привет ребята это исследователь хочу поговорить немного про youtube его правила опыт у меня уже определенно имеется работы как бы с ним я ничего не зарабатываю ну как бы мне писал там какие-то 2 доллара в месяц в общем то все равно деньги он естественно эти деньги мне не отдает там пишет что менее 100 не передается то есть украл это деньги таких каналов много миллионы конечно это напрягает все но я как бы тестировал типа все это дело и сам что-то на нем смотрю но вот это как бы по сути бандитизм такой происходит со стороны ютюба это американская компания если не тот филиал как все знают тому какое-то местное и в чем проблема то она такая же как со всеми другими фирмами на земле у вас договор как бы существует но как бы я не подписал естественно нет партнерской но все равно такой договор который я не подписал он все равно же есть вот эти правила на youtube и этот договор получается односторонний то же самое с государством ну любой даже я даже не знаю какие двухсторонние есть договоры там как бы две стороны присутствует но меня никогда никто не спрашивает нигде не то что youtube провайдер интернет он просто цену выставляет но все любые условия ты ничего не можешь написать некоторые люди пытаются дописать договор его там в банке были по кредитам там люди что-то дописывали они выигрывали суды что действительно договоры двухсторонние нет смысла в одностороннем и с ютюбом вот то же самое какое из последних событий произошло это что youtube ограничил вот этот что до тысячи подписчиков до 40 тысяч просмотров по моему это тоже по сути просто воровство люди же по немножко все равно зарабатывают а куда это пропадает и складывается это из миллиона людей огромные деньги это не честно блин даже не знаю помогут ли здесь ну российские суды точно не помогут они вообще чисто бандитские иностранные может быть посмотрите кому нужна еще какая-то информация пьюди поэтому у него куча подписчиков кому самый канал огромный с подписчиками было 50 миллионов 661 он все нормально сказал постоянно у них неразбериха ролик наверно найдете сами вот эти вот правила которые на ютюбе я ты не против них потом написано что нельзя ненависть вызывать людей я за но при этом прекрасно существует каналы россия телевизионные где призывают там убивать людей всякими бомбами жириновские и естественно youtube про это знает и местные американские и дурачком прикидывается то есть правило то они на всех должны работать понятно что в россии в бандитской не работают потому что бандиты эти законы пишут которые нелегитимные это значит не признанные просто пихают опять же к смыслу договоров те пихают ты жива не легитимный не признал значит и это вообще не закон горят этот закон вот и пьюдипай со швеции кстати не с америке он сказал там что конкуренции нет всегда этот вопрос стоит конкуренции нет но нафига ему досрать ютюбу как бы не то что на кого тысячи у кого миллионы подписчиков таких же много людей подумаешь один исчезнет другой придет какой должна быть конкуренции вроде какой то есть появился сайт велю там его посмотрите так что это расстраивает конечно даже не то чтобы деньги еще очень важный момент телевидение как бы односторонние там они не знают кто сколько смотрят там примерно кто чё показывают рекламу машин то беднякам всяким а по идее интернетом ждают возможность точно видеть какой у тебя доход и не показывать тебе дебильную рекламу машин например вот мне вот показывали по телеку всю жизнь машины а мне ну нафиг не нужна машина даже если были бы деньги наверно бы не стал бы покупать такси выездил youtube показывает все равно подряд вот когда реклама здесь и на блокировщик ставьте обязательно сейчас вот у меня и блок стоит расширение браузер опера только оперу ставьте ни в коем случае хром вот если сейчас у вас стоит хром возьмите его прям и сотрите почему уже надеюсь поняли потому что youtube не уважает никого не своих вот этих кто ролики делает никто смотрит он просто охеревшая дерьмила опера это браузер на том же движке хроме но норвеж норвежцы там по-моему разрабатывают нормально работает вот он у меня и сейчас и запущен в общем-то то же самое расширение есть все резервное копирование есть просто в расширение помп резервным копирование не копируются и вот про рекламу к чему я вел к тому что бессмысленно он получается воруют деньги у рекламодателей они показывают машинку какую-то дорогую которую человеку которому это вообще-то не нужно youtube прекрасно знает по моим интересам но был явно пару каналов автомобильных подписан но по доходам как бы явно видно что не нужны мне машины за миллионы а он все равно будет показывать потому что ему пофиг ему лишь бы взять вот эту свой вот этот доллар сраной так что вот одни проблемы это тысяч подписчиков вот это это вот одна крупица в ступенях вот этого идиотизма идиотизм идет бесконечный на кого я подписан но я так подумал вот подписчики до количества вот какое там и у меня каналы вот там 100 подписчиков до миллиона там камикадзе по моему миллион больше по моему нет ни у кого которые больше миллионов там я и не смотрю там хованский там три с половиной секи ларины я их перестал смотреть то есть не особо это важно количество подписчиков но когда смотришь когда сам канала да ты можешь денег заработать на когда подписчиков много там растет количество возможность короче количество заработать хотя сейчас я интересную такую вещь неплохую заметил многие отключают там камикадзе отключил монетизацию выключает ему просто платят за рекламку начали вставляет призыва нет там по 50 тысяч не меньше он получает за эту рекламку и все нормально же получается зеленого два ролика не каждый день насколько вот он даже сделает два в неделю 4 8 10 10 роликов 500 тысяч нормально даже для европы нормально получается вот и вот это вот выключают просто про проблемы возникают а еще вот этих ботов не ловят накрутчиков хотя это тоже было бы прекрасно видно все это есть это видно не ловит не блокируют людей блокируют вообще ни за что ну может они в курсе там нет есть каналы немножко они критикуют про из государства и правильно критикуют а движение там просто блокируют звонят какие-то без судов судами этими продажными их сразу через час минуту блокируют и естественно youtube это пособник вот этого фашистского государства россия все это как бы есть кто не в курсе так и есть это все точно это конечно расстраивает и кто главный так если коротко подумать подумаем кто главный кто ролики делает или у кого сегодня что вот сервера они накупили кучу да там миллиард сколько потратили миллиард долларов 5 миллиардов заработали больше ну ладно миллиард потратили 10 заработали все свое они получили уже но если бы не было вот этих вот роликов то нахер нужно это железо поэтому важнее производители я считаю то есть я царь я произвожу идеи youtube иди нахер сука дерьмо ты вообще конкуренция должна быть но тут вот кодеки вот я в картинку видите там написано кодекс в п 9 опус это бесплатные кодеки mp4 когда пишут деньги берутся деньги платить youtube но он как бы с вас берет и дофигища он использовал до сих пор по моему использует эти платные кодеки это к тому же что вот как он ведет свою работу просто грабит людей нафига использовать платные кодеки если есть бесплатные не нужны mpeg 4 264 кодек 265 части появился для 4к там ультра жди нахер он не нужен есть вот для звука и для видео нормальные кодеки но это будет будет бесконечно просто не в сговоре банда этих вот копирайтов прав там иногда они нужны я не против чтоб все я не за то чтобы все воровали друг у друга но в половине случаев это полная херня вот надуманная ну вот с кодеком кодеки используется в телефонах есть прекрасно без дэти как бесплатные кодеки флаг для звука как бы тоже не совсем бесплатный там просто люди кит фирмы скидываются и лицензию открывают вот так вот на этом все и мысли то у меня данным давно были насчет ютюба я хотел высказать надеюсь сейчас вот более-менее все высказал поэтому ролики делайте каналы делайте на youtube особо не рассчитывайте ищите альтернативные каналы прямые трансляции там делайте фейсбуках ну где есть на twitch это сами эти сервисы они не что вы цари ну если у вас есть какой-то какой-то состав что-то какое-то наполнение что-то вы можете полезное выложить значит тогда вы цари пока ребята подписывайтесь